Добрый день, дорогие друзья! Сегодняшнее рассуждение, оно ценно для каждого человека и слово «общение» означает вступление в диалог и чаще всего люди вступают в диалог, естественно, словами. И тема этого видео короткого – это слова. Мои внуки учатся говорить, и это очень забавно и приятно, слышать от них новые слова. Интонация голоса, попытка сказать правильно, и все это очень важно как для них, так и для родителей, и в том числе для дедушек и бабушек тоже. Слова – это лучшая форма общения. К сожалению, слова, они бывают разными. Слова бывают информативными. Через слова мы можем что-то сообщать, как и получать информацию. Слова могут быть добрыми, слова могут быть злыми, словами можно утешить, словами можно ободрить, а словами можно разрушить, словами можно причинить боль. И это все происходит. И тема этого видео возникла не случайно, потому что есть два противоположных изречения, одно из которых – молчание – золото, а второе – не удерживая слово, когда оно может помочь. И люди так и живут между двумя этими, скажем так, афоризмами, между двумя этими моментами. В одних случаях человеку лучше промолчать, и это без сомнения. И не каждый раз человеку удается это сделать. А в других случаях человеку необходимо сказать что-то важное, доброе, светлое, нужное. И можете себе представить, если бы родители не учили словам своих детей. Если бы дети росли в изоляции, так называемые маугли, которые выросли бы, как и животные, рыча, показывая что-то жестами, или отнимая друг у друга что-либо, проявляя злобу, инстинкты. Инстинкты и человеческая сущность – это немного разное. И люди, они обладают в той или иной степенью духовным воззрением, духовным началом тем, что Бог вложил в человека. И поэтому слова, они играют важную роль в нашей жизни. И очень много, очень много людей, которые оказались в больницах, в тюрьмах, перед тем, как они оказались там, они испытали определенное воздействие слов в виде проклятий. Людей эти слова могут приводить в бешенство, в ярость. Они могут забыть что-то, они могут проявить такую злобу, что могут оказаться в плохих местах, что и происходит. И когда в старинные времена короли оскорбляли друг друга, то начинались войны. И это тоже происходило. Мы обладаемся к Библии, и это будет притча 21-23 стихом. Там стоит следующее. Кто хранит уста свои, язык свой, тот хранит от бед душу свою. Физически наш язык, наши губы, они соприкасаются и соотносятся и к нашей душе, и влияют на нее. Поэтому, если человек закрывает свой рот и не произносит что-то плохого, то он будет оберегать свою душу. И в этом очень важный момент. Теперь я хотел бы привести ряд стихов из Библии, которые касаются также этой темы, слова. И очень много о них сказано в притчах. Притча 4-24 стихом Отвергни от себя, лживость уст и лукавство языка удали от себя. Притча 10-20 стихом Отборное серебро, язык праведного. Притча 12-18 стихом Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует. Притча 15-23 стихом Радость человеку в ответе его уст, и как хорошо слово вовремя. Притча 17-27 стихом Разумный, воздержан в словах своих И благоразумный, хладнокровен Притча 18-22 стихом Смерть и жизнь во власти языка И любящие его вкусят от плодов его Примудрости Соломона 1-я глава 11-м стихом Стоит там следующее Хранитесь от бесполезного робота И берегитесь от злоречия языка Ибо и тайное слово не пройдет даром А клевещущие уста убивают душу В Примудрости Серахова 5-й главе 15-м стихом Стоит следующее В речах слава и бесчестие И язык человека бывает падением ему Тот же самый Серахов В 11-й главе 8-м стихом пишет Прежде нежели выслушаешь, не отвечай И среди речи не перебивай Серахов Не всякому слову верь Иной погрешает словом Но нет души И кто не погрешал языком своим Вопросительный знак Удар бича делает рубцы А удар языка сокрушит кости Серахов 28-20 И у этого же Серахова Я прочту еще один стих Твердо держи слово И будь верен ему И ты во всякое время Найдешь нужное для тебя Итак, слова у людей Они необходимы И словами человек может благословлять Словами человек может проклинать Что выбираете вы Что выбираем мы чаще всего И понимаем ли мы Влияние наших слов На нашу жизнь На жизнь наших детей И внуков Поразмышляйте об этом А я желаю вам Божьей милости и благодати До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok